Ему стал очень удобный сад, гараж во дворе, замечательная Волга, рыбалка, охота. А Москву с ее суетностью он не любил. Я еще по молодости оторвался от дела, в котором очень хорошо работал и имел успех. Соблазнился на приглашение. А он, наверное, не пошел, потому что, в общем, и возраст уже не тот, чтобы доказывать что-то кому-то, понимаете. И просто в нем была какая-то преданность, что ли, месту, где он находился. Но если он уж к чему стал разводить, себя на даче, то это можно понять, почему он не приехал в Москву. Вот все, что есть. Охота, рыбалка, кино, театр, на камеру снимать, на фото снимать, собаки, пчелы. Вот все, что только было в жизни рядом. Это яхта, подводная охота. Это его круг и увлечение. Это все в городе Горьком до сих пор все лежит. Два акваланга в гараже. Было такое ощущение, что он что-то в этой жизни потерял, и все время пытался вернуть себе. Потому что это был неугомонный человек. Вот такая была жажда в жизни. Это просто вот для меня был пример. Такой стойкости, щедрости, доброты. Мы были в бараке, в котором и артисты помещались, и работники этой редакции. Редакции газеты Перестунь. Перековка. Называлась газета Перековка. На этой газетке существовал, значит, портрет Ленина. С одной стороны, мелко написано. Распространение за зоной лагеря воспрещено. А с другой написано. Пролетарий всей страны. Задиняй. Вы знаете, народного артиста ему дали только в 90-м году, а реабилитировали по второму сроку аж в 91-м. Если я не ошибаюсь, там плюс-минус в некоторых моментах. Так что, конечно, ему было, так сказать, это... Он об этом не говорил. Но внутренне, наверное, это было достаточно сложно. Вот, тем более, я знаю, что такой случай в практике, по-моему, на моем слуху, наверное, единичный, когда дают сразу народного артиста присваивать звание, действительно заслуженно. Это очень бы мне было приятно. Но я честно, то, что вы говорите, ну, в этом, конечно, есть смысл, потому что я вот зашел к друзьям в дом актера, меня встречают каламбуром. Говорят, был дворжецкий артист свободный, стал дворжецкий артист народный. Значит, надо оправдывать, надо кланяться, говорить спасибо. Надо сказать, что в карьере своих сыновей Вася Сынович относился очень настороженно. А как это вот появляются еще дворжецкие, и что же они... Как бы фамилию, так сказать, не уронить. Это было у нас очень важным обстоятельством. В общем, он смирился с тем, что оба сына пошли в актеры и относился к этому очень требовательно. На сцене живет актер. Что делает актер? Встречается с людьми. Он проживает роль свою. Что? А потом идет, курит? Пожалуйста. Или покупает картошку? Обязательно. И потом, да, когда выходит, уходит из этого образа, он покупает картошку. Ну, ты же знаешь, что все по-разному. Одному человеку нужно в кулису взять настроение, а другому нужно три часа перед спектаклем настраиваться. Ты же это прекрасно знаешь. Ты же мог наверняка, вот я уверен, что как раз ты мог шутить с кем угодно, с гримером, костюмером, режиссером, а потом выходить, и зритель плакал в это время. Уверен я, что ты именно такой артист был. Или нет? Но у меня оставалось внутренний для этого подготовка. Правильно. Потому что не важно, как артист внутри подготавливается. Правильно? Очень важно. Нет. Но зачем тебе знать, как я подготавливаюсь? А то мне все равно. Так я тебе про это говорю. Каждый по-разному. Правильно? Но в театре одинаково. Почему одинаково? Читают пьесу сначала. Если он говорил черное, я говорил белое. Всегда. Если он говорил белое, я говорил белое, а он говорит нет, черное. То есть сейчас я уже начинаю это понимать, что это как бы вот и есть воспитание. Последние два года он ведь почти не видел. И я наговаривала ему текст на магнитофон. Мы с ним вступали в диалог на магнитофоне. Или он просто слушал реплики. И таким образом запоминал текст. Он продолжал сниматься. И ни в кино, ни на телеэкране никогда нельзя было понять, что он плохо видит. Там, допустим, в кино какие-то фильмы он уже там не озвучивал. Потому что не видел. Мать начитывала на магнитофон роль. И он учил. Так. Вот к вопросу о фильме «Хаги Трагер» он уже был готов. На 11 апреля был заказан билет на съемку в «Хаги Таг». Мы с ним должны были сниматься. Причем мы должны были сниматься 11 апреля. Я приехал в Горький 30-го, что ли. Да, по-моему, 30-го, что ли. Неважно. Мать говорит, ты знаешь, в больнице. Я пришел в больницу абсолютно нормальный. Смотри, нормальный человек. Я уехал, первое число сделали ему операцию в апреле. А 11-го только его не стало. Дворжецкий Ватслав Янович. Актер. Родился в 1910 году. Снимался в фильмах «Щит и меч», «Открытая книга», «Красные и черные», «Улан», «Емельян Пугачев», «Отец Сергий», «Петровка 38», «Надежда и опора», «Приходи свободным», «Успех», «Вы чье старичье» и других. Скончался в 1993 году. Вот то, что оставила память, а ведь память – это такая вещь хитрая, она оставляет нам лишь то, что истинно и ценно. Вся шелуха уходит, а суть, она нам явлена в памяти. И вот суть Ватслава Яновича, таким, каким я его помню, это суть благородного, чистого в отношениях интеллигента. Это был светлый человек, светлый. Я бы не разделял столичный и провинциальный актер, потому что там моткнешься иногда на такую силу актерскую, что, конечно, столица и не снилась. Мне очень больно иногда, понимаете, за тех актеров. Очень больно иногда. Потому что, ну, они заметны в городе, заметны в тех городах, где они гастролируют. А так, если их, так сказать, не выделяет кто-то из столицы, то только они там и остаются. Он был счастливым человеком, прежде всего, потому что он был человеком такого жизнелюбия и жизненного интереса. Он был просто очень одаренным человеком. Очень масштабным человеком. Вот так. КОНЕЦ КОНЕЦ